Вот такими они были в минуты творческих удач и внутреннего триумфа. Огромные концертные площадки во дворцах культуры и в поле, искренняя любовь телевизионной аудитории, как рикошет оглушительной славы братьев Геннадия и Александра Заволокиных с их любимой в народе передачей «Играй, гармонь». Кочевая гостиничная жизнь супчиком из топора и работа, работа, работа. В сласть, до изнеможения, в кайф, как говорит нынешнее поколение артистов. Оборвалось это полубогемное существование внезапно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 помню но вообще-то в тибирский как раз в училище музыкальном я уже учился катя на вокальное отделение поступила и вот так вот между нами говорят когда у нас было такое соперничество между парнями кто как подойдет лучше женщине вдруг мне докладывается мои друзья это там такая вообще-то корни жил тебя забайкальский а у тебя украинский да вот мы такие я потому что правда скажу она никому не нужна сейчас а вот лучше пусть виктор скажет почему право а если оба поправить правда во всем бывает тут подожди во первых значит если есть вопрос значит нужен ответ скажем каждом коллективе да какое-то определенное время назревает кризис это закон малая группа или большая ли это то она носит такой синусоидный характер взлет падения взлет парень вот этот момент нашего сюда переезда видимо попал как раз пик падения общего коллектива переход но сейчас я могу право вот смотри сейчас мой вариант это пишут музыка дура а а В общем, у меня тут дальше не так. Так, проиграю, чтобы не путаться, смотри. Вот так в отдельно взятом селе отдельные творческие люди обусловили коммунистическую теорию о том, что истинный творец должен сидеть на земле. Землю попашет, попишет сисли. Помните филитарского поэта? Процесс сочинительства, наверное, непредсказуем и непланируем, но условия для того, чтобы творческие муки не переходили в судороги, наверное, должны быть. Субтитры создавал DimaTorzok